Всем привет, с вами как всегда Руси Фапэс и перед началом нашего видео хочу вас попросить подписаться на мой канал обязательно, ведь каждая подписка поможет в развитии моего канала и в принципе надеюсь, что вам не сложно будет это сделать, а мне будет очень приятно. Также нажмите на колокольчик и поставьте лайк, если не жалко. Все уже успели записать свои реакции на матч Россия-Испания, где Россия по пенальти выиграла, пенальти был 4-2, то есть общий счет получается 2-1 в пользу России. Все уже успели высказать свое мнение, непрофессиональное так скажем, и пришла моя очередь также высказаться. Перед вашим экраном конечно будет матч Россия-Испания FIFA Mobile, который я сыграл еще где-то в четверг на запись, думал смонтировать и будет это типа как в FIFA 18 так же делал, типа предсказание матчей. Я также хотел сделать только FIFA Mobile, но как-то не сложилось, я не успел, ибо у меня выходят 3 видеоролика в день, и поэтому я просто тупо не успел. Вот, и пришло время для моего, так скажем, не аналитического мнения, я не эксперт в этой области, но думаю вам будет приятно послушать и посмотреть, в принципе может быть кому-то интересно будет. Хотя, опять это видео наберет максимум 5 просмотров и все, на этом все, в принципе вот. Поэтому я особо ни на что не рассчитываю, не надеюсь, но если вы посмотрите сейчас данное видео, то вы обязательно подпишитесь на канал. Начнем, думаю, с игры испанцев. Тут в принципе сказать нечего, техничные ребята, техничный Иско, который я прям болел со всей семьей, я, ну вот когда Иско на левом фланге финтился и обыгрывал наших защитников, я очень боялся, что наши намудрят и там Иско заработает штрафной, либо пенальти, то есть было очень страшно за это, и вот у нас тут Смолов забивает, в моем прогнозе, так скажем. Вот. И игра испанцев была настроена на катание мяча, на владение мячом, но, как мы уже увидели, это не привело к каким-то очень уж крутым результатам, ибо мы победили со счетом, я уже сказал, 2-1. Вот. Также, возможно, на игру испанцев, на их дух, так скажем, повлияло то, что поменялся у испанцев новый, ну, тренер у Испании поменялся, и, видимо, возможно, это послужило одним из факторов того, что Испания, ну, так скажем, проиграла. Вот. Что еще можно сказать? Думаю, будет интересно вам сообщить такой факт, что, по-моему, когда Испания отбиралась, там, когда отбираются, играют 10 матчей, и вот за эти 10 матчей Испания пропустила всего лишь 3 гола. Вот. А, так скажем, в групповом этапе за 3 матча Испания пропустила 5 голов. Это просто я не знаю. Также, интересный факт для вас, Испания выиграла Евро 2008 года. Далее, сразу же, выиграла Чемпионат мира в 2010 году, и сразу же через 2 года выиграла Чемпионат Евро уже в 2012 году. Там была дикая Испания, у которой фиг как отберешь мяч, и, в общем, вот как-то так. Вот. А здесь Испанцы, ну, так скажем, перед игрой уже говорили то, что, ой, мы там боимся России там, потому что она очень хорошо себя проявила в играх предыдущих на групповом этапе. Но я смотрел интервью Габулова, и соглашусь с его мнением, что Испанцы лукавили, чтобы, ну, так скажем, сбить наш настрой на победу, и что мы подумали, что вот, типа, изи их раскатаем, и так. Ну, такого не произошло, и вот у нас, вы видите, что уже счет 3-1 в мою пользу, но там потом еще будет хуже. Вот. Что еще можно сказать? В общем, Испанцы не... Вернусь к тому, что Испанцы думали, что они выиграют еще до дополнительного времени, но этого не получилось. Они еще играли до забитого гола Игнашевича стилем Скорпиона. Если кто знает сейв Скорпиона, то подписывайтесь на мой канал, так скажем, вот. И гол Игнашевича расслабил, думаю, испанцев, и до этого гола у Испании была какая-то тактика, которой они, в принципе, и придерживались. А после этого было просто тупое катание мяча, типа, а, сука, отберите у нас мяч, подонки, вот, типа, вот так. Вот, и у нас тоже 3-2 счет. Ну, вы понимаете, что, в принципе, обычное катание мяча, вот, наши, просто, я смотрел на наших, и думаю, почему они просто передвигаются по полю и не отбирают. А наши просто, видимо, держали позиции, и если бы наши подбегали к испанцам, это вот, да, я таким нефутбольным языком сейчас вам все это говорю, вот, если они подбегали просто тупо к испанцам, то они бы создавали, я так понимаю, открытые зоны, и через эти зоны проходили бы передачи, и все же это завершалось бы для нашей команды плачевным. Вот. Также испанцы не готовились к пенальти, То есть, если ты разбираешь соперника грамотно, то ты должен продумать все исходы, вот, допустим, я так думаю, что Станислав Саламыч, тренер наш главный нашей сборной, так скажем, предусмотрел исход этих, так скажем, событий, что у нас, возможно, будут пенальти, все к этому, так скажем, и шло, и, по-видимому, наша сборная подготовилась к ним. Вот. Конечно, было странно, что бьет пенальти еще и Сергей Игнашевич, но он его блестяще реализовал, и респект ему, и хранит его, так скажем, Николай Чудотворец, вот. А Испания, она, по-видимому, ну, по их игре, по пенальти, так скажем, видимо, сложилось такое впечатление, что она к этим пенальти не готовилась, то есть, она думала, что, ну, Испания, сборная Испании, да, она думала, вот у нас уже 3-3 тут, блин, счет, Диего Коста заколебал. Вот. То есть, Испания думала, что она спокойно победит нашу сборную еще до овертайма, или в овертайме там все равно даже мёд этих русских, и все. Вот. Так, теперь кратко о, ну, может, не кратко, но, в общем, о игре России. Россия понимала, ну, так скажем, Станислав Шламыч, думаю, понимал, что сборная Испании будет держать мяч, будет играть первым номером, и поэтому, ну, то, что она будет держать мяч, поэтому, он думал, что нашим больно много играть, на чем не придется, поэтому, нашим нужно будет сесть в глубокий автобус, так скажем, держать свои позиции, и при любой возможности уходить, допустим, в контратаку, там вот, комбар взбивать со штрафного красивых галешек. Вот. То, что нужно будет уходить в контратаку, при любом случае, все там, небольшие рывки делать, вот, помнишь, в самом начале матча, там, Головин очень крутой рывок сделал, но, нужно было еще побороться, тогда, может быть, это и завершилось, может быть, голым, если кто помнит. Вот. В принципе, задачу наша сборная выполнила, грамотное построение, другая схема, но, все-таки, мне кажется, ну, Самедов в основе, это нечто, потому что, у меня уже матч закончился, вот, я засклинил, типа, 4-3, да, вот, Самедов в основе, это что-то странное, он, ему доверяют подавать угловые, дают подавать, дают бить стандарты, то есть, угловые, штрафные на дальней дистанции, и, я не знаю, это что-то нечто, Станислав, с вами сейчас смотрите, то, представляете это как-то, или, я не знаю, научите, Самедова бить пенальти, потому что, это ужас просто какой-то, а не стандарты, вот, у нас тут, время уже поджимает, нам нужно за полторы минуты, все рассказать, вот, еще раз пробегусь, то, что Россия очень хорошо, держала свои позиции, все, конечно, техничный иск у нас, накручивал на левом фланге, но, мы с этим справились, испанцы раскатывали мяч, но, также мы, сильных рывков не делали, чтобы экономили силы, и не создавали открытые зоны для передачи испанцев, вот, в принципе, я горжусь за нашу сборную, это очень, очень блестящий результат, если сравнивать с 1986 годом, когда еще был далекий СССР, наш любимый, во главе с Горбачевым, если не ошибаюсь, в 1986 году, наша сборная вышла из группы, но, проиграла, Бельгии в 1-8, то есть, мы уже сотворили историю, когда вышли из группы, впервые за 32 года, получается, да, 32, вот, а, выиграв, в 1-8, это, то есть, еще история, это уже там, по-моему, в 70-е года, когда, когда Филеев Иванович играл, наши дошли до полуфинала, и там проиграли, ну вот, в принципе, будем заканчивать, обязательно подписывайтесь на мой канал, жмякайте лайк, если не жалко, пишем пару любых комментариев, может, поставим что-нибудь, я в комментариях читаю, потому что их ноль пока, все, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, еще раз, все, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok